Школа Оскара Паретта во Фрайбурге на Некаре. Дакора. Цифровое сопровождение обучения. Пример общей школы. Школы для детей с различной успеваемостью. Доброе утро, дорогой класс 9D. Приветствую вас на перелетный сайт. Время личного обучения. Здесь школьники сами организованно работают. Они работают над различными задачами в собственном темпе обучения. Они берут на себя ответственность за собственное обучение, делают себя компетентными, осознают «Я что-то могу». Такая формулировка в таблице компетенций. Открытые формы обучения запланированы, контролируются и документируются для всех форм обучения Дакора. Дакора расшифровывается так – цифровая работа с таблицами компетенций. Для этого сегодня утром некоторые школьники берут планшет с приложением Дакора на свое место. Среди них и Ханна. С Дакора она получает общее представление. Когда я делаю, что именно и каким образом. Итак, главная страница Дакоры, и я теперь вхожу в еженедельный план. И я должна выбрать один предмет, с которым я хотела бы работать сегодня. А именно сегодня я выбираю математику. Это теперь, так сказать, все задачи на левом краю, которые вы видите, которые я могу редактировать. И чтобы спланировать задачу, я должна нажать на нее и перетащить. И тогда я могу написать, как долго я хочу работать на ней. И то же самое можно сделать и со вторым предметом. И тогда, чтобы открыть задачу, я должна нажать на нее один раз, чтобы выделить оранжевым, а затем удерживать. И тогда задача поднимается. И там наверху вы видите саму задачу, в какой книге ее искать, на какой странице, под каким номером. Через несколько шагов Ханна видит, какие задания ей дала учительница. Она видит, какой материал ей нужно проработать. Какая задача в книге. Что на сегодня. Ханна видит связанные с этими задачами компетенции. Ханна достает книгу. Речь идет о теореме Пифагора. Задача не совсем легкая. Но Лука сегодня наряду с учительницей является экспертом по математике в открытое время обучения. Ханна обращается к нему за помощью и просит объяснить решение. Ханна вырвала из тетради лист с решением и положила его в почтовый лоток для учительницы. Это только одна из форм направления ответа для контроля, потому что Дакора предоставляет все возможности. Ведь это полностью цифровой процесс с возможностью отправки решения даже в форме файла. Теперь Ханна направляет учительнице Сабине Зоммер обратную связь через Дакора. Ханна оценивает сама себя. Смайлик в центре сигнализирует, что без посторонней помощи не получилось. В текстовом поле она дает обратную связь и сообщает «У меня были проблемы, но благодаря помощи Лукаса я в конце концов поняла все». Оставляет отзыв и уведомляет преподавателя. Некоторое время спустя, независимо от обратной связи на уроке, учитель может с помощью Дакоры в любое время и в любом месте дать своим ученикам подробные отзывы. Теперь учитель Сабина Зоммерс составила себе мнение, просмотрев свои уведомления в Дакоре в центре уведомлений. Она целенаправленно смотрит на тех, кто сигнализировал о проблеме. Среди таких и сообщения Ханны. Она кликает на него. Она прочитала самооценку Ханны. Теперь она знает, что без посторонней помощи не обошел. Учительница проверяет путь решения Ханны и дает ей обратную связь по задаче. На уровне М цель преимущественно достигнута. Затем учитель может прокомментировать индивидуально своей версией Дакора решения задачи. Она пишет Ханне. Дорогая Ханна, чтобы еще лучше понять доказательства, я направляю тебе еще одно упражнение в еженедельный план. С уважением, госпожа Зоммер. Теперь Ханна открывает свою версию Дакора и видит комментарий и оценку своей учительницы. Ханна теперь знает свой уровень. В своем еженедельном расписании она мышкой перетягивает дополнительные задания на четверг. Она может выбрать себе и другие задачи. Преимущество такой системы, что учитель специально может посмотреть то задание, которое вы проработали. И это большое преимущество, потому что вы не должны ждать всю неделю или около того. А потому что, поскольку вы все еще в теме и можете относительно быстро продолжать работать. Так что Дакора мне просто предлагает этот обзор и у вас нет путаницы в папке. А там быстро что-то теряется, и это просто в цифровой форме, и намного лучше. И вы также можете сделать задание из дома и не таскать какие-то папки с собой. Ханна ждет разговор со своей учительницей после того, как она проработала дополнительные задания. Обсуждение обучения. Давайте сначала обсудим, какие конкретно проблемы были при работе с теоремой Пифагора. Ханна указывает свой уровень в Дакоре. Дакора дает и ученикам, и учителям дифференцированную четкую картину для разговора. Сабина Зоммер может сейчас точно определить компетентность Ханны. Ты не должна сдаваться. И я чувствую, что ты действительно очень уверен в своих знаниях. Хочешь двигаться дальше. Это именно те пункты, которые дают мне основания полагать, что теперь я правильно определила твой уровень, а теперь могу поставить оценку. Это снова происходит в Дакоре. Сабина Зоммер готовится к следующим занятиям. Она выбирает в компьютере оценку компетентности Ханны по предмету математикам. Слева отдельные области компетенций. Сегодня речь пойдет о пространстве и форме. В правом верхнем углу показывается прогресс обучения или компетенции по отдельным темам. Каждая компетенция состоит из нескольких частей, которые подтверждаются примерами решения задач. Итак, здесь я могу с помощью теремопифагора проверить, являются ли треугольники прямоугольными. Сабина Зоммер теперь оценивает детальную компетентность. Из трех уровней она выбрала средний и ставит М. Она отмечает компетентность как полностью достигнутую. Учитель может перепроверить и решить, достигнута ли компетентность. Она видит сначала помощь Лукаса, затем решение, дополнительное задание и, наконец, как прошло обсуждение судов. Дакора помогает Сабине Зоммеру, как педагогу, сделать общую оценку. Она входит в таблицу компетенций, выбирает курс, а потом ученицу. На самом верху находится компетенция, о которой идет речь. Сабина Зоммер выбирает уровень и оценку 2. В немецкой системе 2 это хорошо. Разговор с родителями. С Дакоры можно составить точную картину того, какой уровень у Ханны в целом. Где ее сильные и слабые стороны. В конце полугодия это обсуждается с родителями. Мы обсуждаем это со всеми родителями в родительский вечер. Сейчас мы преобразовали документацию с таблицей компетенции в электронную форму. И таблица компетенции отражает уровень знаний в плане образования. Дакора ключ к индивидуальному прогрессу вы будете. Она довольна. И что я определенно вижу, это то, что я улучшила свои знания. И по всей теме. И что я могу попасть на уровень А. Так как мой уровень М сейчас, вероятно, на границе с уровнем А. Просто нужно совсем немного поработать и приложить усилия. Я, конечно, рад видеть прогресс. И мы готовы, насколько возможно, тебя поддержать. Видим, что это работает. Было относительно легко ввести дакору. Ученики очень-очень мотивированы. Они получают обратную связь сразу после выполнения задач. И не только по математике или отдельным предметам, но и по определенным компетенциям, которые мы увидели на этапе обучения. Или на этапе наблюдения во время личного обучения. Это также означает наличие социальной компетенции. Я могу дать обратную связь по процессным компетенциям, которые можно затем обсудить в ходе консультации с учителем для выработки совместных целей. Ученики, без сомнения, любят работать с этой средой, потому что это их объединяет. И таким образом это вообще не рассматривается как индивидуальная работа. Таким образом создаются совершенно вдохновляющие процессы обучения и учебная среда, которая объединяет более сильных с более слабыми учениками и поддерживает их. Профессиональная школа в Бакнанге. Здесь также дакоры, как и во всех школьных формах, работают бесплатно и под наблюдением. При разнородном обучении в переходной сфере между общим и профессиональным образованием индивидуальное сопровождение обучения особенно важно. Специалисты по общему образованию работают совместно со специалистами по профессиональному обучению. При подготовке к уроку по теме деловое письмо коллеги решили поделиться материалами друг с другом. Я распечатал для вас то, что у нас есть. Критерии делового письма, правда, указаны для новичков, для разных уровней. Здесь можно было бы сейчас еще раз осмотреть разделение по уровням. Как вы на это смотрите? Но теперь вы можете внести различные вводные данные, так что одним больше помощи, другим меньше, а некоторым вообще лучше не помогать. Что-то похожее на это. Дакоры, как таковая, проникают во все, что касается времени открытого обучения, в двойном, в общем, и профессиональном образовании. Таблицы компетенции отображены таким образом, что можно добавлять свои собственные материалы в каждую область. И в тот момент, когда какой-либо планшет начинает работать, ученики удивительным образом вовлекаются в эту игру и докора служит им поддержкой. Там, где у нас неоднородный состав учеников, где каждый учится в своем собственном темпе и по-своему, то появляется преимущество, что вы можете четко документировать и фиксировать прогресс обучения. Соответственно, очень полезно, что мы разрабатываем, редактируем наш материал вместе, а затем, в конце концов, мы можем получить доступ к одному и тому же материалу, выдавать его ученикам, а они могут с ним работать самостоятельно. Какой материал распределяется для какой компетенции, эксперты об этом договорили. Маркус Мерг и Линда Хертвек теперь вносят рабочие листы в соответствующие части таблицы компетенций в докоре. Критерии делового письма уже прописаны в цифровом виде. Маркус Мерг закрывает файл. С помощью настроек он теперь может редактировать таблицу компетенций. Чтобы выбрать необходимую часть компетенции, он кликает ярлык «Новый материал». Открывает окно «Создать материал». Маркус Мерг набирает имя, по которому документ можно будет найти позже. Уровень соответствует, файл будет загружен. В материалах файл теперь доступен всем коллегам. У них у всех есть выбор при необходимости, и они могут привязать к документу другие компетенции. Но это работает не только с текстами файлов. На следующем шаге вы добавляете рабочие задания в так называемую учебную библиотеку Лей-Артеке, и в конце еще одну ссылку для того, чтобы учащиеся могли продолжать работать по теме самостоятельно. Команда укомплектовывает докору постепенно и пошагово. Не все должно произойти сразу. Они могут работать в любом месте. Сюзанна Гротт с коллегой Франком Кайзером за своим столом в учительской. Она входит через так называемую двухфакторную идентификацию в систему. Дакора. Случайно сгенерированный код чисел через второе устройство обеспечивает безопасность данных. Вот она уже в системе. Сюзанна Гротт готовится и спрашивает себя, какой материал она хочет использовать и для какого ученика он должен быть предоставлен, в каком объеме в докоре. Вот как это происходит. Область компетенции слева называется «Написать текст». В верхней части затем нужно выбрать часть компетенции и нажать «Материал». Теперь Сюзанна Гротт создает собственный небольшой временный архив. Для этого она переносит все, что выбрала в так называемое проектное хранилище, из которого она затем сможет выбрать то, что ей необходимо. Теперь она переключается на проектное хранилище. Слева материалы, справа имена школьников. Материал особенностей частного делового письма получают все ученики. Последним кликом учитель отправляет задание всему классу. Теперь она сбрасывает выборку и распределяет материалы индивидуально. Например, эти три материала получают только ученики Айла и Кай. Таким образом, Сюзанна Гротт может назначить индивидуальные планы обучения или всем одинаковые. В этом смысле докора – это централизованный и гибкий инструмент одновременно. В свободное время обучения в Бакнанг учащиеся прорабатывают задание тоже на планшете, так что докора является цифровым сопровождением обучения. Она делает индивидуальные процессы обучения видимыми и позволяет целенаправленно консультировать. Учащиеся осознают цели образовательного плана. С докора они направляют, документируют и планируют собственные успехи в учебе. Докора улучшает партнерство между учащимися и преподавателем в процессе учебы. С докора вы действительно можете легко спланировать свою неделю. И все, что у вас на самом деле есть в учебных курсах, внести в планшет. Так что вам не обязательно искать все учебные материалы где-то, или вдруг потерять их, или что-то в этом роде. У вас просто есть все это на планшете. Или вы можете посмотреть видео, или информационные ролики, на которые ссылка. Так что можно лучше понять тему. И вы тоже можете в таблице компетенций делать это из дома. Если вы скачаете приложение, посмотрите свой текущий статус по отдельным категориям, и где вы еще можете улучшить свои результаты. И там же можно задать учителю вопрос, что еще можно сделать. Это все через то же самое приложение. Так что можно из дома легко и просто общаться с учителем. Поначалу всегда трудно. И, конечно, спрашиваешь себя, что я должен сделать еще. Да. Но когда видишь восхищение молодых людей, как они открываются, как они воспринимают это устройство, то совершенно понятно, что это нужно делать. Потому что благодаря этому можно вести молодых людей, помогать и сопровождать в этой фазе обучения. Это так. И поэтому для меня здесь даже не возникает вопросов. Для меня это тоже важно. Я тоже учусь вместе с ними и могу это также потом использовать. Это облегчает мне подготовку к занятиям и даже после урока сконцентрироваться на молодом человеке, который сидит напротив меня.